Читательская грамотность Необычного формата Такие как чеки или талоны Сегодня мы с вами рассмотрим текст Гарантийный срок И выполним задание к нему Благодаря этому видео вы сможете научиться Работать правильно с текстами такого формата Интегрировать информацию Делать выводы на основе этой информации И анализировать их Первый текст Гарантийный срок На картинке с текстом находится чек Который Сара Браун Из Мельборна получила за покупку Нужно внимательно ознакомиться с текстом на чеке Чек можно разделить на три части В первой части Дан адрес видеоцентра Фамилия и имя покупателя Во второй части Дан адрес видеоцентра И лицевой счет центра В третьей части Дается код продукта Его характеристика и цена Второй текст Гарантия на один год Талон действителен только На территории Австралии Частное торговое предприятие Видеоцентр и компания Гарантирует, что камера была продана Без неисправностей, следов повреждений И дефектов изготовления Гарантийный талон не подлежит передаче В течение гарантийного периода Видеоцентр обслужит вас, отремонтирует Или бесплатно заменит любую деталь Вот эти части оставлены открытыми для заполнения покупателям В этой части показано место, где должен поставить свою печать торговый посредник В конце даются показания по отправке и сроках возврата гарантийного талона Теперь перейдем к заданиям по текстам, приведенным выше Задание первое Используя данные чеки, заполните гарантийный талон Имя и адрес владельца уже записаны Когда мы с вами рассматривали гарантийный талон, то увидели, что некоторые места не заполнены Пользуясь информацией из первого текста, то есть чека, мы должны заполнить пробелы в гарантийном талоне В первой и во второй строчках нас просят написать модель камеры и ее серийный номер А затем написать дату покупки продукта и его цену Ищем информацию из первого текста Если вы обратили внимание, то в графе «Описание» дается модель продукта А рядом находится серийный номер А здесь написана дата покупки и внизу указана цена продукта Значит, мы должны были найти информацию, данную в явном виде Задание второе Сколько времени есть у Сары, чтобы вернуть гарантийный талон? Ответ напишите на этой строчке Когда мы познакомились вот с этой частью талона, то сказали, что здесь дается информация о сроках возврата талона в видеоцентр Значит, если вы внимательно его прочитаете, то обязательно найдете ответ Конечно же, у Сары Браун есть 10 дней, чтобы возвратить гарантийный талон в видеоцентр При помощи этого задания проверяется, насколько вы понимаете информацию из текста Задание третье Что еще купила Сара, когда была в магазине? Когда рассматривали чек на месте, где написано продукт, были указаны цифры А на месте, где дается описание, дано название продукта Если учесть то, что Сара Браун купила фотоаппарат Rolli Photosynthes 250 Zoom То можно прийти к мнению, что она купила штатив для фотоаппарата Значит, мы должны были найти информацию, данную в неявном виде Задание четвертое Фраза «Спасибо за покупку» напечатана в нижней части чека Зачем еще важно использовать эту фразу? Для того, чтобы выполнить это задание, мы должны уметь оценивать форму текста Вежливость, конечно же, очень хорошая человеческая черта А если продавец обращается вежливо с клиентами, это обязательно послужит увеличением числа покупателей в магазине Значит, фраза «Спасибо за покупку» служит и средством укрепления связи между покупателем и магазином Сегодня мы с вами увидели, как оцениваются знания почитательской грамотности На примере несплошного текста, как сформировать наши навыки понимания, анализа и разбора текста почитательской грамотности на примере упражнений к нему Надеюсь, вы смогли правильно разобрать текст и внести правильные ответы Поверьте, все приобретенные навыки работы с текстами пригодятся вам в дальнейшем До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok